Я сейчас не преувеличиваю. Смотрите ролик до конца и сами все увидите. Ну а с вами я Забавный. Блядь, чат, спасибо вам большое. Пуши сэс. Сумка, ты гнида, блядь. Забаньте вот этого, кто написал пуши сэс, блядь. Забаньте, забаньте, блядь, пока он не знал, что я его мать ебал, блядь, козел, блядь. Чат, спасибо вам большое, реально. Вот знаете, нечего смотреть иногда, да? И мне чатик бах, и такой прям контентик подкидывает. Дай вам бог здоровья, реально. И решали за Пойзон? Это цены на обувь и одежду в России. А вот сколько это стоит в Ридем Стор. На Пойзоне ты найдешь оригинальную одежду и обувь в три раза дешевле. А сервис Ридем Стор привезет тебе его за 15-20 дней по самой низкой цене. Нашли дешевле? Напиши менеджеру Ридем Стор, и они предложат тебе более выгодные условия. Ридем Стор. Стиль на доступной дистанции. Дай вам бог здоровья. Это мой проект Фабаха. Приятного просмотра. Влад Бадабумчик. Человек, на не снимающий одни из самых популярных среди детей шоу на ютубе. Ебать пять лямов за две недели. Вот я о чем говорил. Он с обычных кринжовеньких скетчей в тиктоке. Алло, Эдик, мы теперь можем ничего не скрывать. Я скоро буду, пупсик, да? Был пацан, и нет пацана. Поняв, что с гейских шуточек в тиктоке много не заработаешь, Бадабумчик придумал гениальную пиар-схему. Создавать конфликт с уже популярным блогером в тиктоке, а после переносить его на свой ютуб-канал, на почве этого переманивая туда аудиторию. Первый такой конфликт Бадабумчик устроил с Дим Димычем. Бадабумчик Дим Димыч, ебать погонял им пиздец. В ходе него они даже подрались. Ебать, он землю поцеловать пытался все это время. Да уж. Естественно, такой захватывающий контент привлек детскую аудиторию и принес Бадабумчику миллионные просмотры. За почти два года, кстати, такие видео актуальны. Во дворе подрались, блин, на перчатках. Все свои не потеряли. И до сих пор Бадабумчик... Лайкерская шушера, поход дело, блин. ...нимается тем же самым. Конфликт, конференция, драка. Конфликт, конференция, драка. Конфликт, конференция, драка. Изменилось только то, что теперь в его видео участвует определенный костяк людей, которые поочередно друг с другом срутся, тем самым генерируя контент с явно повышенным содержанием кринжа. Бля, соблазн есть, да, вот это посмотреть? Ну, чуваки. Помните, я смотрел раньше... Как это хуйня? Ну вот бои, помните, где этот Габар вел, короче? Вот эти бои лайкерские, кринжовые. Знаете, сколько у меня детей пришло с них? Вы даже не представляете. Просто дохуища, блядь. Поэтому... Опасная тема. Очень опасная тема. Я говорю, я их банил. Пиздец, долго в телеграме эта пиздец. И, наверное, до сих пор, блядь. А это, кстати, Фрося, та самая, Фрося, которая ела бургер из семенной жидкости. Да, знаю, знаю. Вот это бургер, бургер. Губы садилась на бутылку. Ебать, лепешки. Фрося, та самая, Фрося, которая ела бургер из семенной жидкостью. Потом, якобы, вкачивала... Ебай, ну переборщила немножко, роднойкин. Ее в губы садилась на бутылку. Делала ногти из говна и гноя. Мне продолжать... Сейчас же, благодаря Бодобумчику, она имеет стабильный трафик детской аудитории, которой она продолжает транслировать подобный контент. Присела посрать на дорожку. Вкусная точка. Сука, лезет, лезет, блядь. Я обосралась в кинотеатре. Блядь, я не поддерживаю. Блядь, что? А вот это рядом с Фросей Роблокс Квик. Бля, ебать, дети смотрят. Приличная девчонка, которая до последнего не хотела окунаться в весь этот трэш. А если бы тебе предложили за миллион рублей или более снимать такой же контент, как у Полины Хлеб, Аскаридзе, Фроши... Какая Полина Хлеб? И у остальных трэш-блогеров. Это типа 50 хейтеров только для детей, короче, да? Я бы не снимала. У меня аудитория в большинстве это там дети-подростки. И я не собираюсь их посвящать вам что-то ужасное и так далее, потому что я ценю их и ценю их интересы. Но в итоге она сдалась. Деньги и фейм для нее все-таки оказались важнее. Во всех конфликтах на канале Бодобумчик... А что сдалась? Типа тоже какалась? Начитаются плохая и хорошая стороны. С одной стороны фрики по типу Фроси или Аскаридзе, творящие явно неадекватные вещи. Я вам серьезно говорю, что все мечтают со мной с королем познакомиться. Я не знаю, что делать. А с другой стороны... Да, блядь. Сама адекватность. Люди, показывающие на этих фриков пальцем и говорящие, фу, это неприемлемо. Зачем ты сюда позвал этот кринш? Это просто жесть. Первый секунд просто навалил лютейшего кодинжа. Бодобумчик... Кодинжа. Всегда на стороне адекватных, прошу заметить. Все конфликты Бодобумчика построят... Ну, и Нины тоже самое, да-да-да. Но именно таким образом... Кринш устраивает, по-моему, такая, блядь, ужасно. Потому что детям проще потреблять контент подобного типа. Здесь не надо разбираться, кто прав. И без труда можно от одного фанатеть, а другого хейтить. Я думаю, на данном этапе все зрители старше 8 лет уже поняли, что все, что делает Бодобумчик, явная постанова. Но для самых маленьких... Так давай пропедалоби, что там, блядь, здесь интересно. Для примера возьмем шоу Бодобумчика с 50 хейтерами. Которое он, кстати, талантливо подсмотрел у Егорика. Каждый выпуск проходит... А вот про чё Егор играл. У меня воруют, типа, помните, в начале ролика? У меня воруют срочно. По одному и тому же сценарию. Сидит недоумевающий гость. И тут внезапно из зала выбегает какой-нибудь чувак, а потом... Как вы знаете, YouTube такой материал просто не пропустит. Поэтому, ребята, кто хочет увидеть полноценное видео, заходите в телеграм-канал Бодобумчик. Такие вот ненавязчивые рекламки телеграма Бодобумчик пихает в каждое своё видео и по несколько раз. И если раньше там хотя бы были эти фуллы, то сейчас там нету ничего, кроме того, о чём я вам расскажу чуть позже. На каждый выпуск шоу Бодобумчика в качестве хейтеров приходят в основном одни и те же люди. И это не один или два человека, это без преувеличения почти весь зал. И это я ещё наверняка многих пропустил. Из всего этого делаем вывод, что это никакие не хейтеры с их вопросами, а просто знакомые Бодобумчика, проговаривающие сценарии. Ну, просто, да, когда снимают... Кстати, на этих шоу довольно часто появляются панды. Опа! Ну это наши пацаны, блядь. Которая плакалась и предъявляла Дани Кашину за буллинг. Я считаю правильным, вот, заходить к девушкам... Сейчас скажут, а сама буллила, да, типа. И вот таким способом зарабатывать аудиторию, буллить девушек и... А сейчас, кстати, она... Да, я считаю правильным. Ладно, прости. ...того, что провоцирует людей на хейт свою сторону ради популярности, так ещё и приходит на шоу и начинает откровенно травить девочку за слишком маленький вес. Я, если честно, в огромном шоке. Мало того, что у неё вес 47,5. У неё индекс массы... 16,2 это очень худой. И самое интересное... Ну, это жёстко, да, я согласен. У меня жира всего 3 килограмма. Бля, это ужас. Просто с таким процентом 6,8 не живут. Я не знаю, как. И да, это, скорее всего, постанова. Но вот как тебе, ярому противнику буллинга? Нравится его популяризировать? Да и вообще... Твои нынешние логики-то спасибо, должна Кашину сказать за тот рейд. Ты же сейчас из кожи вон лезешь, чтобы зрителей на оскорбление забайтить и популярней стать. Ну, а теперь... Ладно. Я вас поздравляю, ведь мы переходим к самой интересной части видоса. Но перед этим, чтобы вникнуть в суть происходящего, стоит понять, какого возраста основная часть аудитории Бадабумчика и его компании. Они тут как раз придумали свой тренд для лайка. Я танцую брейн-данс на могиле карьеры этой проще. Она меня не любит или что-то в этом духе? Ребят, снимайте этот тренд, это самый лучший тренд за все время. Что ж за... Заходим в лайк, путем нехитрых манипуляций находим этот звук, и что же мы видим? Я танцую брейн-данс на могиле карьеры этой проще. Ебай, ну я же говорю, груднички, я же прям так и сказал. Дети на скидку 10-8 лет. Ну окей, вы мне сейчас скажете, это просто в лайк. Бля, прикиньте, это совсем дети. Ебать. Дети снимают обычную аудиторию взрослее. Тогда заходим в телеграм-канал любого блогера из компании Бадабумчика. Сколько 700, почти 700, блядь. Бадабумчика. Переходим в обсуждение и смотрим список подписчиков. Все, у кого есть аватарки, явно дети. Из всего перечисленного делаем вывод. Аудитория компашки Бадабумчика... Добро, мог бы вот эту хуйню не обсаснуть, так понятно. То есть, как ты мог сказать, мы же все понимаем, что там дети. Я бы сказал, да, конечно, понимаю, бро. Бадабумчика, дети 8-12 лет. Им он рекламирует сайт знакомств для BDSM. У меня есть одно приложение под названием PUR. Там вы можете себе найти новое, так скажем, знакомство. Может быть, даже немножечко пошалить, короче. Ебать, чувак. Вы поняли, о чем я говорю. Чуть покопавшись в интернете, нашел, что... Ебать. Бля, это вообще... Это мрачины ебаные, блядь. Блядь, это вообще мрак ебаный. Блядь. Этот сайт, мало того, что предназначен только для интимной близости, так это еще и скам на бабу. Бро, тебя посадят за эту хуйню, ты дурак, блядь. Бадабумчик, блядь. Тебя посадят за это, ты еблан, блядь. В общем, скамить подписчиков для Бадабумчика привычно. Да, должны посадить, в смысле, у тебя посека вот предупреждают. Так, тюряшку нахуй, блядь. Он уже рекламировал на еберские лутбоксы и даже каперов. Ребята, всем салют, уже сегодня состоится финал Лиги Чемпионов, и я надеюсь, что мой любимый Марко Ройс одержит победу. Ну, мечты мечтами, но точно прогноз вы можете найти у моих друзей из Берняка, поэтому залетайте именно к ним. Называется грустный тромбон. Бадабумчика вся его... Дааа, блядь. Пашка любят в каждом видеоролике к месту и не к месту пихать рекламу своих телеграм-каналов. Ну, раз уж вы этого так хотите, ладно, я зайду туда. Сразу же среди кринжовых кружков и прочего мусора замечаю очень интересный момент. Комментарии к постам Бадабумчика в телеге абсолютно не модерируются. А что будет, если оставить огромное комьюнити 8-летних детей без модерации? Будет пиздец. Кто хочет зарабатывать, пиши в ЛС, это не скам. Так напишем, ребят? О, если бы меня Роблокс украли, блядь. Ребята, не ведитесь, девочка раздает робоксы и сказала за это скинуть свою жопу, не ведитесь. Блядь, какой ужас, блядь, что я сейчас смотрю, да? Этого они легко ведутся на подобные, теряют свои аккаунты, деньги, а иногда и кое-что более серьезное. Для полного понимания ситуации держите в голове, что Бадабумчик знает о происходящем в своем чате. Мошенников много. На какой-то скилл, короче, ее наебали там. Мне даже в комментариях пишут, типа, то, что вот бесплатный Роблокс, какая-то валюта, типа, приходи, это, ну, да, есть... Бля, он еще эти комментарии читает и позволяет. Скинь свою жопу, блядь. Мошенник, который наживается. Но почему-то нанять модераторов он не хочет. Мне, чтобы комментариев больше было, типа, логично же. Просто за это должны банить. Вот телеграм-канал, вот мне как-то банили. То есть, я... Блядь, мы буквально неделю не модерировали, когда я еще не набрал много модеров. Мне там всякую хуйню кидали, типа, я не успел модерировать, и мне забанили все комментарии. То есть, пока ты все не почистишь, типа, тебе не разбанят. А почему ему не банят? Там башки Бадабумчик, а рай для педапайлов. А он не банит их, потому что комментариев дохуя, типа, ну... Ну, вы поняли, короче, количество просто... Ой, блядь... Ебать, чуваки... Ебать, да, я понял, я понял. Это же пиздец... Большую палку 9 и 11 лет для выполнения военных задач. Пиши в ЛС. Покажу большой гранатомет. В первый раз ты увидишь, я, честно говоря, охуел... Бля, это вообще ужас, мне ж не по себе... Ужас, чуваки. Я написал этим ребяткам, прикинувшись кандидаткой на роль горячей девушки 8 лет, и попытался выведать у них хоть какую-то информацию, но они оказались профессионалами своего дела. Говорить они со мной не желали, и просили сразу приступить к отправлению им моей безволосой киски. Блядь, кошмар. Пиши, что моя киска волосатая. Ха, смешная, прикольная. На самом деле, то, что они даже не хотят со мной говорить, а сразу переходят к делу, наталкивает на мысль, что параллельно мне им пишет множество маленьких девочек. Свою гипотезу я решил проверить. Прикинувшись педофайлом, я разослал по чатам компашки Бадабумчика следующее. Бля, что если он, ну, вот Бадабумчик к этому отношению-то имеет, блядь? Такое тоже можно предполагать более чем, блядь. Потом эти фотки продаются по-любому, ну, это же не про... Это вряд ли дети сидят и друг с другом интимки обмениваются интимками. Это точно, точно взрослые люди. И точно для того, чтобы потом, ну, продавать эти фотографии сто процентов. Ищу девочку помладше для... Пишите в ЛС. Мне стоило всего лишь пару раз отправить это в чат, и мне в личку... Бля, Бадабумчика вот это на бутылку пора, блядь. Пора на бутылочку, блядь, дружок отдыхать, блядь. Уже посыпались сообщения. Вы думаете, меня там хуесосили и смертью мне желали? Нет, это были девчонки, готовые... Бля, они, да, я... Цена моего предложения. Я путем проверки от сел фейков и получил неутешительный результат. За 20 минут мне написали 7 девочек, приблизительно 8-11 лет, готовые обменяться фотками. Полные переписки, кстати, уже в моем ТВ. Бля, брод, тебе тоже надо... Но я на твоем месте бы этого не делал, тоже стрёмная хуйня. Али, ссылка внизу. Страшно представить, сколько девочек так можно развести, посидев в чате всего лишь пару дней. Я, конечно, предупредил всех, с кем общался, о том, что никогда и никому в интернете нельзя свои нюцы скидывать. Но я очень сомневаюсь, что они меня послушают, это ж дети. Бодобумчик, видя происходящее в своем чате, модерацию не нанимает. Я считаю, что это бездействие делает его без преувеличения пособником педофилии. Сто процентов, сто процентов. А проблема оказалась намного шире. Такое происходит в ТГ-каналах... На его имени такая хуйня, да, разворачивается? Бля, ну это по факту, да, педалобик какой-то. Огромного количества лайкеров. Самое большое скопление педофайлов было обнаружено... Бля, это же целый бизнес у кого-то, вы понимаете? Бля, вы же понимаете эту хуйню? Это же реально целый бизнес происходит прямо сейчас, блядь. Жесть, жесть, блядь. Да, 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 это вообще-то, бля, у меня в голову эта хуйня не входит. Ебать контент, блядь. Бадобумчик и его компашка являются самыми настоящими похитителями детства. Их подписчики рискуют попасть в огромные неприятности благодаря своим кумирам. И ладно, если они просто, поведясь на рекламу Бадобумчика, проиграют пару тысяч маминых рублей на кейсах. Ну, может быть, ну... Надо бы проверить, имеют ли они к этому отношение какое-то. Посрут аккаунт в своем любимом Роблоксе. Потому что, а почему он реально комменты не чист, если он прекрасно знает, что вот такая хуйня происходит? Но ведь они в силу своей наивности могут попасть в сети к педофайлам, которые выпросят у них интимные фотографии, а позже с их помощью начнут шантажировать ребенка. А до чего это доведет и какой-то... Да не шантаж, бро. Бля, даже логически подумай, зачем шантажирует ребенка, она к маме пойдет, расскажет, блядь. И тогда вся эта хуйня, да, это будет пизде... Это, ну... Ну, это тупо, короче, шантажирует ребенка. Она испугается и расскажет родителям, блядь. Это, ну, я уверен, что это делается для того, чтобы потом продавать на всяких сайтах, короче. Это по-любому для продажи эти фотки, сто процентов. Нахуя шантажи? И что? Я сейчас солью твои фотографии... Ребенку восьмилетнему, блядь, кулькаешь. Восьмилетнему пишешь. Пришли мне сто тысяч рублей, иначе это попадет куда-то. Где она эти деньги... Ну, хоть десять тысяч, тысяч рублей. Да она даже тысячу где достанет тебе, блядь. Конечно, это, нахуй... Для продажи фотки, сто процентов. Влияние окажут на детскую психику. Чем фантажировать? Шантажировать, блядь. Что она тебе даст за этот шантаж? Ничего, блядь. Жеребенок, блядь, восьмилетний, нахуй. Не забывайте, что перепис... Для продаж эти фотки, блядь. Из этого видео инфа про новые ролики, а также моя жизнь в моем телеграм-канале. Вот QR-код. А это был проект ФБХ, я его ведущий забавный. Всем пока. Ебать мой хуй, блядь. Ебать мой хуй, что я сейчас увидел, блядь. Ебать, ебать, охуеть, что я сейчас увидел, блядь. Я говорил, что я сейчас увидел, что я сейчас увидел, блядь. Ребят, что я сейчас увидел, ебаный рот, блядь. Да, что я сейчас увидел, блядь.